Может быть какое-то недопонимание, но вот Бог им дал дух уцепления. Вроде как бы некоторые посчитают, что они и не виноваты вовсе. А вот там блаженный фефилакт растолковывает, что Бог попустил им за их нерадение, за то, что они такие бесчувственные, и вот у них и уши не слышат, и глаза не видят. И далее в 9-10 стихе он уже приводит другого свидетеля и говорит. Итак, к римлянам 11 глава 9 и 10 стихи. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет сагбен навсегда. Толкование. Так как они, говорит, неприменяемы в злобе, то будут подвергнуты крайнему наказанию. Трапеза их, то есть все блага и забавы превратятся в противное. Они будут уловляемы в сети и пойманы, сделавшись легко пленяемы и одолеваемы всеми и всегда, имея в жизни свои соблазны и преткновения. А дабы видно было, что они потерпят это за грехи, сказал возмездие. Кроме того, от детствий помрачились очи их, как душевные, так и телесные. Их хребет их сагбен, ибо они находятся в таком рабстве у римлян, которое никогда не кончится. Это значит слово навсегда. То есть они никогда не освободятся от рабства того. Вопросы? Инать Тихонович, подключайтесь. Так, я отстал. Тут у меня по скайпу разговор был, так что пока я войду в курс, прослушаю еще несколько стихов. Хорошо. Римлянам 11, глава 11 истин. Итак, спрашиваю, неужели они, то есть иудеи, приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Толкование. Достаточно укорив иудеев, придумывает теперь для них утешение и спрашивает. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? То есть неужели они согрешили так, что нельзя уже урочевать их никак? Они приткнулись, однако падение их было не таково, чтобы не было средства поправить дело. Во время кончины мира, как далее скажется, и они спасутся. Здесь желают выполнить две задачи. Во-первых, утешить иудеев, а во-вторых, обуздать надмене язычников. И говорит, спасение стало достоянием язычников, когда иудеи приткнулись и не уверовали. По порядку следовало сперва спастись иудеям, а потом язычникам. Но поскольку иудеи оказались неверующими, то избраны язычники. На это указывается и во многих местах Евангелия. А спасены язычники, далее цитата, чтобы возбудить в них ревность, то есть в иудеях. То есть, дабы иудеи уязвились с честью, оказанной язычникам, и убедились прийти ко Христу, по крайней мере, из соревнования к ним. Вопросы. Тогда вот у меня вопрос возникает. Можно ли тогдашнюю ситуацию применить к нам сегодня? То есть, сегодняшние православные, это вот тогдашние иудеи, можно сравнить, которые ушами слышат и не слышат, и видят и не видят. И вот, и в этот же момент возникают протестанты, сектанты, раскольники, как их только ни называют, которые ходят и проповедуют Евангелие. Раздают бесплатно, от квартиру в квартиру. Мощная есть секта, быстро растущая, самая, может быть, большая, называемая так, свидетели Иеговы. И можно ли вот такую аналогию сделать, чтобы православные, глядя на них, не возбудить ли в них ревность тоже по этому делу, по делу благовестия? Ведь они же тоже имеют какие-то от Бога благодеяния, ну, от пьянства исцеляются, факт-факт, от наркомании исцеляются, факт-факт. Не пьют, не курят, не матерятся. Уже хотя бы вот эти три основных греха, которыми погрязла основная масса православных прихожан или прохожан. Есть, есть факт, можно с этим согласиться, можно. Идут, свидетельствуют о Христе, идут. А мы что сидим? Лично меня вот это место трогает, меня это возбудила ревность. Я иду, и мне многие с благодарностью говорят, сначала с осторожностью, а вы не еговы там, а вы диссектанты, а это правда православная Евангелие. Мы сегодня раздали, ну, по 20, наверное, пачек, 10-20, по 20 штук, ну, штук 300 точно мы Евангелие раздали, наверное. Был в рождественские концерты, на ёлку ходили, и люди, ну, на ёлке-то там уже, ну, вчера их накормили, там уже как-то не... А вот пошли на концерты, там Владыка Алтайский приезжал, нас благословил, митрополит Сергий. И даже спрашивают у Витя Тарасавченко, а вы будете выступать-то? Да вот как-то вот... Сейчас-сейчас я его даже походотайствовал, чтобы Витя там исполнил какую-то песню, но он ждал, ждал, и так его и не пригласили, не вызвали. Ну, да бог с ним. Главное, что он к нам расположен, и... Ну, а там ролик уже выставим, там один священник был с казаком, тот аж на камеру кидался, чуть готов был отобрать, разбить, но... Ну, в общем, не без приключений было сегодня тоже, как и всегда. Вот, и вот такой вопрос, вот, можно ли такую аналогию провести? Игорь Тихонович, как вы считаете? Только потому, что возбудит ревность. Но когда аналогии здесь никакой нет, потому что там были язычники иудеи, все были в церкви. А эти вне церкви поступают, как враги Христа Христов, вне церкви. И поэтому с ними аналогии никакой нет. Аналогия с еретиками как может быть? Павел пишет о верных. Только что твердо стояли иудеи на то, что язычников Бог не принимает. А уже дверь была открыта. Ну, а что относительно проповедей, что говоришь, действительно так. Ревность. И посмотри к вам, как священники относятся, отозначают путь ваш принят. Иначе бы он молчал. А раз он против идет, это доказательство, что Христос благоволит к этому. Он, который свои там выпивает, курит, пьет, он знает, он не против. Он еще, он сам такой. А он видит, что вы не такие. Запах живительный, запах смертоносный. И он это на нюх взял вас. Он сразу понял. Псы явились. Это собаки, не нашего стада. Я слышал, как они говорят. Даже крещение, когда было из толпы, священник выскочил и кричал тут. Все это засняли. Ну, и значит, путь наш угоден Богу. Да благословит их Бог. Аминь. Аминь. Так, у других вопрос есть? Есть вопрос. Пожалуйста, Лиза. Да, вопрос такой. Вот Инатий Тихонович сказал, что это относится к верным. То есть возбуждение ревности, это имеется в виду только в церкви. То есть невозбуждение ревности в неверующих иудеях, это не касается этого? Мне тоже непонятно. Я вот с Ревикой согласен. То есть как так? Ревность только в церкви. Наоборот, в неверующих они, видя, что язычники неверующие приняты Богом, и неверующие во Христа иудеи тоже в них ревностью возбуждаются, они тоже принимают Христа. Или в верных это, для верных сказано. Можно я чуть-чуть внесу ясность? Маши. Здесь говорится так, что язычники, они уже пришли в то время в церковь. И в иудеях должна была возбудиться ревность по Боге, чтобы служить Господу, своему Маширку. А что касается сектантов, они сейчас находятся вне церкви. Они непонятно куда ведут. А какую ревность возбудить православную? Здесь есть такое слово. Ревность и зависть, может быть. Есть, например, ревность, она всегда от Бога, она сжет. Он знает, куда везти, он знает, как Христу в церковь. Когда человеку сходит кто-то из церкви, ему больно. Это ревность. А есть зависть. Когда он видит, что идут, пусть даже те же лжесвидетели, они свидетельствуют, но он ничего не может противопоставить. Для него только деньги. Он знает, что уберут его кошелек. Поэтому, когда его зависть, он может только что сделать? Пойти царю донести, пожаловаться начальцу, что вот давайте, гоните их, они не наши, они не такие, как мы. Вот и все. Это называется зависть. А из зависти, сами знаете, какие грехи вытекают. Поэтому, а ревность, чтобы ревновали, это дар Божия, ревность. Ревность, она по Боге. Вот в чем дело. А настоящие сектанты, они просто вне церкви. Они украли священное писание, читают и ведут не весь куда. Не зная, как самаряне. Вы не знаете откуда, да вы? А спасение от иудеев. Вот так мы и сейчас. Понятно? Да, спаси Христос, Сергей. А слава Божию. Игнать Тихонич, еще что-то желаете по этому вопросу? Ну что, Сергей, все широко раскрыл, именно мы одинаково понимаем. Но зависть, страшное дело, но она может возникнуть. Если они ходят, приобретают души, завидовать, то мы уже начинаем, а не они. И поэтому он правильно сказал. Нет, мы, мы, я и говорю, мы завидуем и только можем царю пожаловаться, властям и все. Мы приезжаем в большое село, 50 тысяч человек, сразу поп в милицию. Милиция пришла, переписывает наши телефоны, ничего нету. В Ребрихе были то же самое. Поп сразу сказал, это, говорит, свидетели Иеговы. А те приехали, позвонили в Барнаулу, говорят, да нет, православные, зарегистрированы. И дальше что делать? Это в Коробейниково было везде одинаково. Лживые сергианские попы. Лживые, предатели. Самые ненавистные. Я все это записал на диске и решил подарить епископа, когда пришли, чтобы приняли меры. Хотите, чтобы мы были вместе, призывайте, которые нас гнали, которые лгали. Вот смотрите, майор ходит, он его вызвал. Притом везде одинаково ведут. Но епископ их не поддержал. Это их поддержало не нас, тогдашний был, который епископ, не сегодняшний-то. Ясное дело, что никакого общения у нас больше с ними и не было. А зачем я буду, когда он предатель? Он душит, он лжет. А клевещет. Поставил старосту против нас. А староста стоит и матьюгами гонит, церковный староста. Еще спрашивать. Тут зависть, смертельная зависть. То, что мы договорились, оповестили священника, что мы собираем людей в доме культуры или на стадионе. Они раз все изменили. Изменили, и они не понимают даже, что они делают. Уже наговоренность была. Все, мы договорились с руководством района. Они ничего не смотрят, попы. Они бешеные волки. Это что? Так вот, а я зачту, что когда зависть, они сразу к властям обращаются. В общем-то, да. Так, продолжим, однако, Ревека. Так, Ревека, ты поняла или еще вопрос? Задай еще раз свой вопрос. Еще раз, вот по поводу того, это о ревности иудеев, которые в церкви, или которые вне церкви, то есть которые неверующие. Возбудить ревность-то Христос язычниками в ком хотел? В тех, которые в церкви же, правильно мы поняли? Раньше была одна церковь. Она была иудейская церковь, да? Служили Богу только в народе израильском, да? Вот, поэтому церковь была одна. Они служили Богу, они Его знали, они пребывали в учении день и ночь, но не приняли Христа. И когда они приняли Христа, благодать от них отошла. Ныне оставляется дом ваш пуст, сказано. Все, ныне оставляется дом ваш пуст. А благодать перешла к христианам. И когда они увидели благодать у христиан, они должны были возгореться ревностью и понять, что с кем Бог, идти за Господом. Вот в чем дело. Добавить можно? Да. Рад Глушков вас потеряет. Да, я хотел что добавить. Почему именно, наверное, в чем заключается? Потому что иудеи считали, что язычники недостойны спасения. А когда они увидели, что благодать коснулась язычников, вот именно на этом фоне, и они, Господь это устроил, чтобы они почувствовали разницу, чтобы это их встряхнуло, чтобы они проявили ревность, они бы как считали? То есть мы достойны спасения, а язычники недостойны? И тут раз, благодать касается достойно язычников. А как же мы? То есть как бы вот так вот ситуация возникала? Вот на этом фоне и заключается в том, что ревность возникла у иудеев, знающих Бога. Чтобы они задали себе вопрос, а что же с нами будет? То есть получается, мы обделенные Богом, чтобы у них была ревность вот именно от этого момента. С чем заключается? Ревность к чему? К стремлению к Богу. К Христу. Да, вот в чем дело. Чтобы они задумались о своем пути, о своей идеологии спасения, о своем бытии, чтобы они задумались. То ли мы делаем, что Бог касается язычников, а как же мы? Вот в чем суть. Это бумаг, я хочу сказать. Говори. Всем, кто не смотрел, нужно посмотреть фильм «Искупление». Это сняли или католики, или, скорее всего, протестанты. В Канаде сняли. 45 минут идет. И там по сюжету год прошел после распятия Христа, и идет проповедник иудей в свой город Вифлеем. И всем людям по пути рассказывает о Христе. И вот встречается на площади ему в этом городе много евреев. Он становится, начинает им проповедовать о Христе. И последние слова, там дедушка стоит такой беззубый, беззубый и говорит, а что ты нам рассказываешь о спасении? Мы-то евреи, мы же уже спасены, и так, мы же рождены уже спасенными, мы избранный, Богоизбранный народ. Это ты, Иуда, неправильно говоришь. И он начинает им из пророка Исаии говорить, что блаженны те, кто все перенесли, там, и так далее, в ком нет греха. И Иосиф, его брат младший, стоит и повторяет эти слова Исаии, которые он не досказал. То есть, в евреях возникали эти чувства, но нужно было настоящих проповедников, которые бы пережили все это. И вот как раз этот фильм показывает одного такого человека, который видел все своими глазами, все чудеса, которые Христос сотворил. Потом вот это распятие его, вот эту смерть необыкновенную и трагическую, и в то же время с надеждой какой-то. И он все это рассказывает, и они понимают. Поэтому для того, чтобы, конечно, можно было донести всю эту историю евангельскую, нужно было это пережить самому и быть благословленным Господом. Поэтому посмотрите этот фильм, вам будет много понятно. Без слез смотреть невозможно, особенно как он своему отцу и матери рассказывает о Христе, и отец впоследствии там показывает, вот эту благодать веры принимает. Ну, этим фильм заканчивается, как бы там дальше додумывать надо. Ну, очень интересно. Семья раскалывается на две части, на две половины, как вот Христос сказал. Враги твои домашние твои, но в то же время и друзья лучшие, если только они не примут Христа. Аминь. Так. Ревека, ты получила ответ на свой вопрос? Да, относительно того времени, ну, понятно, а я просто хотела задать это в контексте нынешнего времени. Потому что сейчас есть такие толки ходят, что христиане должны быть похожими на евреев, чтобы как бы возбудить в них ревность и привести их ко Христу. И вот из этого рождаются все новые и новые течения разные, которые не ведут благочестивые образы жизни, а просто как бы одеваются в еврейские национальные костюмы и пляшут на сцене с израильским флагом. Вот. Об этом я хотела спросить. Какие вообще с нашей стороны может должны быть правильные действия в отношении еврейского народа в возбуждении ревности? То есть, как их привести ко Христу и вообще лежит ли на нас такая обязанность в какие-то действия именно с нашей стороны? Хороший вопрос. Можно? Можно я? Давайте вы. Можно, да, мне? Ну, давай. Ревека, Ревка, в общем, знаешь что, здесь нужно только молиться. Почему? Потому что я тебе говорю, что еврейский народ, ты сама знаешь, это не тот народ, который может там вот этими песнями, танцами и какими-то поверхностными глупыми разными выходками псевдо-христианскими привести ко Христу или отвратить от Бога. Если он отвращается, он сам отвращается. Если приходит, то сам придет. Поэтому здесь только наша молитва. Вот этот труд. Ну, конечно, сеять, о Христе говорить это наша обязанность и все. А на самом деле, вот когда на фонаре пришел к Христу, он говорит, я видел тебя еще под смоковницей. Вот, говорит, истинно идет израильтянин, в котором нет лукавства. Да? Сына Авраама. В котором нет лукавства. Он говорит, Господи, откуда ты знаешь меня? Причем ты еще себя, я видел тебя под смоковницей. Вот так и здесь. Христос, он сам выберет себе настоящих израильтян. А то, что пляшут, это какой-то период жизни дурацкий у этих людей, угоев. Он пройдет и все. Никого этим не привлечешь, особенно евреев. Вот. Они только смеются, настоящие иудеи, над этим. И все. Над этим. Глупость это все. Ну, хорошо. Тогда в первом послании к Алифинам 9 глава 20 стих апостол Павел пишет. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Тогда в чем смысл этого стиха? Ну, понятно, что одеваться, я тоже с тобой согласен, может быть, и не надо, но что значит для иудеев был как иудей? Ничего же законный. Чтобы расположить их к себе и вот с этим моментом проповедовать пристал. Но неужели христианин, одевающийся как еврей, не расположит еврея к себе? Почему бы и нет? Он даже говорит, чтобы не буду есть мясо вовек, тоже мусульманина можно этим расположить. А почему бы и нет? Может быть, это и не глупость. Сережка, Сережка какая-то. Слушай сюда. Смотря какое сердце ты к этому прилагаешь. Чтобы войти и показать, что ты еврей, тебя евреи заставят выполнять все, что положено евреям. Ты должен будешь отречь от Христа. А просто что, что ты оделся как еврей, на тебя скажут, ой, какой дурачок. Ну, молодец, ладно, похлопает по плечу, ходи дальше. Но тебя даже в синагогу не пустят. А если пустят только для того, чтобы ты переступая там Евангелие попрал, которое в этом... Сегодня первое, конечно, не работает. Нужно есть сало, значит, и... Нет, 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 нет. Здесь говорится о другом. Если ты хочешь проповедовать к евреям, ты должен быть основательно подготовленный к этому. Если ты идешь к какому-то народу, ты должен знать его язык, его обычаи, и уже с этой стороны рассказывать о Христе. Ты должен знать еврейскую историю, как они ждали Христа, где они ошиблись. Вот здесь ты будешь как иудей, знать Тору. Тогда ты можешь ему что-то объяснить. А если ты просто придешь, скажешь, вот есть Христос, есть Спаситель, да, но ты говоришь как язычник. Ты не как для иудея иудей. Нет, ты не свой, не свой, потому что ты не знаешь ни его обычаи, не знаешь ни его веры толком. Поэтому ты... А одеться может... Сергей, я правильно тебя понял? То есть нужно не внешне вот это соблюдать, а их жизнь понимать в первую очередь, чтобы они могли духовного такого знающего хотя бы иудея. Все, понял я тебя, о чем ты хотел довести. Вот когда прилетаешь в Израиль, да, в Телевиве написано в аэропорту, да, не думай, что здесь что ты самый умный, здесь все евреи. то есть не надо думать, что еврея можно там одеться и одеждой там ермолкой там или лапсердаком привлечь, а они скажут, кто ты такой, у него кроме этого больше ничего и нет. И правильно скажем. А если есть? Если все-таки человек ну а если есть? Сереж, вот любой любой откроет только рот откроет рот иудея он сразу скажет какое на это? То есть христианство ничем никакими не вот я сразу разумею что ты христианин он сразу он он увидит что ты верующий человек он увидит что верующий человек иудеи понимаешь это люди есть верующие но это их мало а в основном исполняющие вера уже на втором на третьем на четвертом плане а если ты верующий человек тебя сразу увидят все какой бы тринадцей ни был вот и все не обязательно пейси прилеплять и шляпу одевать да здесь не об этом же говорится ну как-то так разрешите я тут недоумение немножко внесу и вот Ревека или Ребекка там не знаю вот она сказала что кто-то одевается там что-то пляшут и прыгают вы что сразу поверили и начали обсуждение какое-то непонятное где такие люди сколько этих людей о чем тут толковать правильно Сергей сказал что попало с этими плясками с переодеванием просто это что попало подождите пока пускай это будет массовое какое-то явление или что я вообще первый раз слышу это что вы схватились за это все давайте дальше идем идем Сергей Ильин рассказал абсолютно точно все аминь на его слова хорошо 11 12 стих 11 мы прочитали римлян римлянам 11 глава 12 если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам то тем более полнота их толкование если говорит иудеи приткнувшись приготовили спасение язычникам и язычники были приняты когда иудеи были отвернутые падение иудеев стало богатством язычников то тем более полнота их то есть когда они обратившись все спасутся так говорит приятность иудеям и в утешении ибо хотя иудеи пали однако язычники не спаслись бы если бы не имели веры вопросы не хочется вопросы лишний раз задавать идем дальше рима 11 глава 13 14 стихи вам говорю язычникам как апостол язычников я прославляю служение мое не возбужу ли ревность сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них толкование опять икюша иудеев сокрушает надмене язычников говоря хвалю вас по двум причинам во первых потому что быв поставлены учителя вам имею нужду прославлять служение мое то есть вас а во вторых потому что имею ввиду возбудить кревности сродников моих по плоти иудеев словом плоть показал свое родство с иудеями и нежную любовь свою к ним и не спасу ли не сказал всех но некоторых ибо неприметно обнаруживает их жестокосердие потому что могло остаться что некоторые воспламенившись соревнованием будут подражать язычникам и уверуют здесь нам говорит что в неверующих он иудеев возбуждал ревность в неверующих иудеев бывших в тогдашней иудейской церкви не принявших христа но считавшими себя церковными людьми а потом ветхозаветнее церковь переходит в новозаветнее без принятия христа без принятия жертвы человек оставаться вне церкви становится так я понимаю да и были такие иудеи которые а зачем нам язычники а или они не верили в то что язычникам бог об этом не верить говорится да давайте гнать вот это место когда считаешь я никогда не задумался что оно непонятно настолько оно четко и ясно говорит поэтому я никогда его не толковал а буквально понимал так что они на это смотрели иудеи что-то необычное творится конечно никакая форма одежды тут никакую роль не играет вообще царство небесное закрыто было для всех язычников гои скоты с человеческими лицами у них прямо написано а почему с человеческими лицами чтобы нам евреям не противно было принимать от них дары только и всего и поэтому мы защиты не от семени человеческого а скотина то есть вы даже не считали что такое шульха на рух а это не сегодня же у них придумал найди лучшего христианина убей его тебе лозунг они тебя научат свободу любить а можно ли им говорить можно ничего не подделаясь прямо говорить мы грешники и бог призывает и указать на места писания не приняли отойди после первого второго разумления отойди иначе пострадаешь ничего не бери не пей не ешь там все спасибо что понятно римлянам просто я чуть-чуть добавлю давай я хотел на сегодняшний день добавить вот смотришь вот новости там бывают или вот попадают сведения вот о наших правителях да и особенно о старших там архипасторях вместе с патриархом они спокойно со всеми встречаются вот что с еврейскими там руководителями что с мусульманскими с католиками спокойно вот папа встретился с патриархом православным и ничего такого нету ведь раньше это было табу если брать жития святых встреча такая могла быть только на поле боя даже даже проповедовать и то мы знаем там жития Кирилла и Мефодия что один из братьев был в этой стране персидской там этой у турок этих и там проповедовал там были вопросы у них религиозные решались но это все так редко и там видно что все враждебность какая по отношению к православным то есть к истинным христианам поэтому вот сейчас все это потеряно вот то что сейчас сказал Игнатий Тихонович и то что апостол Павел естественно пишет это такое противоречие христианству и всему остальному особенно еврейству а сейчас еще и мусульманству потому что все это именно в писании сказано или у нас в православии а я говорю вам Христос говорит не убей даже больше этого не подумай о брате своем или у мусульман рубить головы или у иудеев вообще все остальные нелюди кто не родился евреем вот до чего дошло и все это как-то сейчас так нисходительно ко всему относится вот в последнее время у нас на семинарии там отдали эту семинарию была в государственном ведании там бракосочетание было а теперь там семинария опять эти построенные до революции еще здания и там крест такой крест похож на свастику не на свастику а вот на танков немецких такой двойной крест но снизу полумесяц и он одинаковый как вот как окошко разделено пополам не как вот у православных получается снизу крест посредине как солнце какое-то и под 45 градусов 4 луча ну или что как называется такие змейки вот так змейка идут а сверху все это венчает ну такая шпала как бы и маленькие и маленькая такая перекладинка то есть вообще непонятно что это такое но это как бы относится к православию но больше это напоминает знак антихриста он все там принял и вроде как и крест есть и полумесяц и какие-то змейки перуна ему надлежит быть и во сядет в церкви как бог и примут его так идем дальше римлянам 11 глава 15 стих ибо если отвержение их иудеев примирение мира то что будет приятнее как не жизнь из мертвых толкование если прогневавшись на них столько даровал другим и сделал врагов друзьями то чего не дарует когда примет их то есть бог иудеев тогда будет жизнь из мертвых то есть нескончаемое благо ибо на них указывает словом жизнь вместе с этим намекает и на нечто возвышеннейшее именно на то что как воскресение из мертвых будет зависеть не от принятия иудеев так и спасения других будет зависеть не от них же если те не будут иметь веры все это говорит казалось бы в пользу иудеев подавая им освежающее питье как часто поступают врачи с тяжко больными вопросы идем дальше римлянам 11 глава 16 стих если начаток свят то и целое и если корень свят то и ветви толкованием начатком и корнем называют патриархов а целым и ветвями тех из потомков их которые уверовали и так утешает неверующих евреев говоря и вы будете святы если уверуете ибо необходимо чтобы целое и ветви были подобны начатку то есть то начатку а эти корню если же вы не уподобились им то это служит признаком великой порочности я думаю дальше надо дочитать и потом можно порассуждать 17 и 18 стихи 11 главы послания к римлянам если же некоторые извеет ломились а ты дикая маслина приявился на место их иудеев и стал общником корня и сока маслины то не превозносись перед ветвями если же превозносишься то вспомни что не ты корень держишь но корень тебя толкование отломившимися ветвями назвал неверных евреев ибо они сделались недостойными святого корня и прекрасно сказал отломились ибо никогда бог не отвергал их так хотя они многообразно согрешали а вместо них отломившихся привит говорит ты язычник не сказал ты посажен но привился и тем уязвляет иудея и показывает что на древе иудея то есть на патриархах стоит язычник и стал общником корня и сока то есть достиг от бога одинаковых с иудейскими благородства и славы и так не возносись и не чеслайся перед ветвями что же пользы от этого отломив отломившимся ветвям ведь держать свойственно корню видишь ли как только по видимости хвалит иудеев стараясь лишь утешить их впрочем и этим поощряет иудеев кревности показывая понесенный ими вред и то как другие получили их собственность и владеют ею можно еще кое-что сказать я вот тут подумал и говорили об одеянии как евреи одеваются а я вот представляю как одевались раньше люди вот апостол Павел говорит там про епитрахиль что пришлите про филон то есть пришлите там филон это напоминание о одежде сегодняшних священников только у них ворот поменьше это был как куколь такой сверху еще чтобы вода не падала когда путешествовали раньше путешествовали больше пешком поэтому я хотел спросить а как кто видел сейчас евреи как одеты и могу точно сказать это пейси и вот такая здоровая какая-то шляпа откуда они были в те времена шляпы у них понятия не было то есть евреи сами какую-то одежду взяли и в сюртюках они ходят да сюртуки это вообще 19 века одежда поэтому точно определить еврейскую одежду сейчас невозможно а вот какая приблизительно она была вот можно было посмотреть на на наших священников православных они сохранили как раз это если мы будем смотреть там дальше перечисление одежды священнической и первосвященнической облачения как они облачались то там практически все у наших есть поэтому если уж говорить про одежду в которую надо одеваться то она уже есть в православии пускай они сюда лучше смотрят евреи поэтому господь видать и дает им еще шанс что чтобы они взглянули потому что есть на что посмотреть и больше они должны завидовать а не мы им ревновать скажем лучше ну да ревновать конечно ну это желательно чтобы они ревновали но больше зависти здесь так получается римлянам 11 глава 19 и 20 стихи скажешь ветви отломились чтобы мне привиться да как бы как бы язычник говорит хорошо они отломились неверием а ты держишься верою не гордись но бойся толкование здесь доказывает что язычники не потому избраны на место иудеев что иудеи согрешили но за веру которую обнаружили язычники итак где казалось бы не излагает язычника там показывает что падение иудеев было неизвинительно но исправляет он тех и других ты язычник скажешь что ветви отломились чтобы тебе привиться да отломились но своим неверием а не потому будто бог обязан тебе честью той ибо ты держишься верой привившись к корню поэтому бойся потому что привитие не есть дело природы но веры иудеи были сыновьями патриархов по природе однако неверием отломились тем паче бойся ты привитый пощадит ли бог тебя в случае твоего падения ну вот говорится о страхе можно я немножко здесь как бы местописание хочу вставить вот здесь похоже на то как Давид поступил когда уже он был помазан а Саул уже был низвержен тем же Самуилом пророком и он с какой тщательностью оберегал вот это достоинство Самуила вот до самого конца хотя уже все Самуил сказал отвержены будет от тебя царство когда он порвал ему одежду когда он там агава не убил и так далее там все это с соцами там хорошими быками все это он брал в плен а все это не надо было потому что послушание хуже волшебств не послушание хуже волшебства оказалось и Давид и в пещере он там пролез когда кувшин взял и копье показывал ему и как ему там советовали да убей его вот он пошел по отхожему месту Саул и он сказал о чем вы говорите это помазанник Божий то есть на этом человеке благословение самого Господа никак нельзя его трогать и уже просто для того чтобы Саула не раздражать ушел филистимлянам и даже пошел на обман но никогда не трогал своих ни тем более помазанника и как он плакал когда Саул и Анафан были убиты какой составил он псалом сейчас мы его читаем и все это вот сейчас должно отнестись и к нам и к евреям как мы должны относиться к ним как к помазанникам Божьим каждому из них мы должны тщательно хранить это все потому что это благословение перейдет на нас и отсюда мы так и делаем почему потому что вот мы даже когда были в зарубежной церкви еще в те времена мы ходили в московскую патриархию никогда нет и никогда не говорили что это безблагодарное но тем более сейчас когда уже и сам архипасторик к нам приезжает по теряйку видно как мы поступаем естественно все принимаем его и так далее как поступаем и с патриархом и его поминаем хотя ну понятно наше состояние раз мы были в зарубежной церкви все это остались эти вопросы не каноничности православия сегодняшнего но однако если благодать сказать что она безблагодатная то тогда все рушится и у нас тоже ведь и наш священник получил благословение именно в этой в этой церкви в московской патриархии поэтому вот это все надо хранить не перелазить через это и не быть дерзкими а быть дерзновенными то есть помогать там где нужно вот как и делал Давид вот такое у меня слово хорошее сравнение благодарим римлянам один алимун да вопросы может быть если есть по этим стихам а то я иду не спрашиваю у вас если есть прям можете меня останавливать ничего страшного по ходу если занятие вопрос пожалуйста задавай так римлянам 11 глава 21 и 23 стихи ибо если Бог не пощадил природных ветвей то смотри пощадит ли тебя итак видишь благость и строгость Божию строгость к отпадшим а благость к тебе если пребудешь в благости Божией иначе и ты будешь отсечен но и те если не прибудут в неверии привьются потому что Бог силен опять привить их толкование не сказал видишь заслугу свою но благость Божию ибо все есть дело благодати Божией и пребывать старайся не сказал в вере но в благости то есть до конца жизни делай достойное человеколюбие Божие если не будешь поступать так то будешь отсечен так иудеи были бы привиты если бы не продолжали оставаться в неверии ибо не Бог сначала отсек их но они сами по себе отпали и отсеклись неверием своим говоря что Бог не пощадил имеет ввиду что Бог не милует иудеев но посчитает их недостойными общения и общества святых предков весьма мудро устрашает Павел язычника тем что случилось с иудеями а иудею примером случившегося с язычниками внушает смелость привиться верой и обнадеживает его упованием на могущество Божие силен говорит Бог привить их он дает все что решает надежды наши вопросы вот вопросы но вот здесь про отсечение идет ветвей от церкви сегодня отсекаются кто сектанты и силен Бог опять их привить есть примеры многочисленные Бог опять прививает бывших отсеченными люди каются и возвращаются в православную церковь а есть примеры где православные отсекаются полно то же самое вот и отсюда мы видим могущество Божие то есть за неверие Бог выгоняет из церкви а за покаяние опять прививает поэтому мы привитые верою должны бояться в первую очередь у сектантов если он говорит я спасенный страха Бога нет он уверен что он никогда не уже из церкви не страха если нет все он уже как бы потомок дофана и корея верона которых Бог живьем отправил в ад вот эти вот такое у меня ассоциация что они живьем в аду уже то есть они слепые вожди слепых то есть они не видят что они вне церкви они уверены что они в церкви или в церквях то есть ложь настолько их отравила что они уже слепли оглохли и человек только обладающий тысячами талантов может вот это вот дать им прозрение по слову причем они любят слово Божие они искренне заблуждаются искренне может быть ну не знаю я считаю что подромче брат Блужков я считаю что если человек ищет истину по настоящему желает спасения и пытается найти эту истину то Бог ему и открывает открывает по милости своей по милосердию а тот человек который пытается удобно устроиться в этой жизни конечно для него это будет сладкое это учение сектантов ты спасен ничего не надо над собой ты спасен то кто не ищет по настоящему спасения истины а хочет удобно устроиться это очень опасное явление ну и в церкви православные люди тоже неплохо устраиваются торгуются свечками тоже ничего не делают но считается что они в церкви но вот это ложное учение везде что святанцы главное пребывать в духе истины и вот таковых поклонников ищет себе Бог и вот чтобы попасть в это число надо вот именно любить истину саму даже если тебя обличают принимать это как исправление вникай в себя и в учение в себя и в учение занимайся с ним постоянно и только тогда спасешь себя и слушаешься с тебя аминь аминь вопросы? у меня есть еще немножко у меня вот как лакмусовая бумажка это вот церковь в которую мама у меня ходит в село Бугачево Красноярский край около Красноярска прям и вот я видел не так давно братья показали как празднуется Новый год и к Рождеству подготовка идет ну в основном Новый год и в церкви и дети пляшут прям в церкви перед Амвоном пляшут там бальные танцы танцуют стихи там новогодние рассказывают песни поют не Христов о христианстве вообще речи никакой нет но я подумал ну отдельные личности значит есть какие-то батюшек показывают и вдруг мама мне говорит а у нас вот батюшка сделал так что вот пригласили детей и дети рассказывали новогодние там и главное был у нас Дед Мороз я говорю какой Дед Мороз был священник же есть нет нет Дед Мороз был прям в церкви ходил елка там и то есть елку устроили уже в церкви уже то есть это если я думаю что дошло до деревни у мамы то я понимаю что это новое веяние какое-то необыкновенное раньше там звоночки были на кадиле у священников по брякушке потом елку поставили потом огни на ней зажгли а теперь уже танцы устроили детям и уже расправление нового года идет я говорю мам ну как так ну это же где вера-то здесь ну сынок только вот у вас там все правильно ну нам-то надо как-то тоже детей привлекать я говорю ну чем их еще привлечь может водку там или еще что-то этим детям тогда туда и взрослые все соберутся я говорю как же вы пустили это ну в общем разговор на этом она прекратила со мной вот так хотел я такую добавку сделать а мы сегодня были на рождественском концерте где как раз освещалась эта тема нового года и рождества и там как раз вот в такой постановочной форме говорили как это вот происходило подмена рождества новым годом что заменили значит звезду востока звездой пятиконечной значит колокола заменили игрушками ну в общем ну а потом ну вот это вот старое веяние не хотят люди с этим расставаться мир мир мирское да то есть отравлены коммунизмом слишком были души напрочь сейчас обратно все это противоядие только христос только слово божие выставлены толкование чем мы им занимаемся вся беда в том что многие православные то не хотят мы раздаем каждое воскресенье многочисленное число евангелия визиток где наши телефоны и звонков то нету нету по крайней мере я не знаю Игнать Тихоновичу я вот езжу объявления расклеиваю что ведутся занятия нет новой души дабы там звонили спрашивали один там уже позвонит полгода мы сеем а уже а сеем да сеющий поливающий ничто все бог возвращающий может быть мы умрем когда-то на наших как бы на нашей может быть мученической крови какие-то души по нашим плодам мы уже видим а пока нет пророка в своем отечестве многие считают нас каким-то новым веянием даже сектантским потому что никогда этим не занимались на руси как должно проповедованием слова к сожалению поэтому Йоков в церкви священник это этого кто воспитывал родители безбожники поэтому у него семя не взошло и духовного не было поэтому и беда в этом так вот и поэтому вот сейчас не родители обращают детей а дети родителей как вот в своем и без случае в моем тоже у меня мама такая же ситуация как твои один в один тоже вот идем дальше если вопросов нет вопросов нет сейчас правда прошел уже у нас еще последний стих и дальше если какие-то вопросы задавай не стесняйся римлянам 11 глава 24 стих ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине то тем более сии природные привьются к своей маслине толкование если рассуждает ты язычник которому по естеству сродно зло и который имеешь предков подобных дикой маслине отсечен от них верой и что было не в природе твоей привит к хорошей маслине то есть к патриархам но не тем ли то не тем ли паче возвратиться к своей маслине то есть к отцам своим иудеи которому по природе сродно добро когда же слышишь что Павел говорит по природе то понимай естественно и последовательно например естественно было чтобы сын святого Авраама был свят по природе естественно конечно яблоко яблоко не могу говорить недалеко память наоборот выражение не по природе понимаем не естественно и не последовательно например не естественно чтобы сын скверного язычника был свят Понятна мысль, да, я думаю Если непонятно, задавайте вопрос Если вопросов нет Идем дальше Римлянам 11 глава, 15-26 стих Так, вы вот пока Ой, попростите, 15-й 25-26 Игнать Тихонович, Володя, вы нас слышите? Да Да, тут что-то у вас видео нету, мотает Мы вас тоже слышим, поэтому У вас есть что сказать? Да тут все сказано Все сказано, идем дальше, аминь Так Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении О тайне сей Чтобы вы не мечтали о себе Что ожесточение произошло в Израиле От счастья до времени Пока войдет полное число язычников Итак, весь Израиль спасется Как написано Придет от Сиона Избавитель И отвратит Мечестие от Иакова Толкование Тайной называют здесь Неведомое и сокровенное В чем же состоит эта тайна? В том, что евреи не все не уверовали Но от счастья ожесточились Из них уверовали многие, о которых, как выше сказано, наперед знал Бог И многие уверуют впоследствии Ибо израилетяне ожесточились Пока спасутся все предузнанные Богом язычники Тогда и Израиль весь спасется, очевидно, уверовав Вопросы? Как-то вот во времени тут вот Немножко непонятно То есть те времена, сегодняшние, будущие Остаток Тут как-то вот Толкование нужно Толкование Ну Толкование вот такое Коротенькое Если весь Израиль То он спасется То есть весь Который был в первом, втором, третьем веке То есть в каждом веке Были, наверное, израильтяне Которые Спасались Душит То есть Он на время А на какое время Он тогда отверг На какой На первый век На четырнадцатый век Как Как это вот Единство пространства и времени Игнать Можно Упера Давай ты, брат Располкуй нам Ну Я расскажу Скажу так, что Ну То, что было с евреями Нам Понятно Как Кто-то спасался Тем более апостолы были Вдохновлены Господом Они Евангелие пронесли По всему миру Это были евреи Все Потом И язычники Пропоедовали какие-то Из разных стран Ну Сейчас Мы пропоедуем Мы тоже не евреи А почему же Сказано Весь Израиль спасется Потому что К последнему времени Евреи все равно Соберутся В одну страну Как мы видим уже Что их Собралось Уже 10 миллионов И больше Собирается Еще Впоследствии Еще больше Соберется Их И вот Они называются В данный момент Все евреи Все евреи Вот как раз Если говорить о временном Времени То вот именно В это время Последнее время Перед тем Как придет антихрист И когда все случится Это пострамление их Они будут думать Что ждали Машиаха А достанется им Анти Машиах И они В массе всей В массе своей полнотой Войдут в церковь Но Так как они Не все вошли То поэтому В другом месте Говорится Что часть Иудеев спасется От общего числа Евреев Которые жили На земле И Естественно Не веровали В Иисуса Христа Как спасителя своего Что он и есть Тот самый Мессия Пророк О котором говорил Моисей Ну это Приблизительно Вот так Вот В общих чертах Понятно Довольно таки Понятно Объяснил То есть Весь Израиль В смысле Израиль В последние времена Все уверуют А остаток Это имеется ввиду То что не уверовали Прежние евреи И евреи Жившие при Христе Поэтому называется Остаток Простите Что я Не говорил Местописание На все Что я говорил Есть местописание Но Я Не перевел Если будет Подробней Отчет То можно С местами Писания Будет Все это Разбирать Ну а лучше всего Прочитать Трехтомник Там это Подробно Разбирается Местописание Места Благодарю Так Вопросы И дополнения У кого-то есть Желающие Высказки Пожалуйста Идем дальше Если нет Римлянам Одиннадцатая Глава Двадцать Седьмой Стив И сей Завет Им От Меня Когда Сниму С них Грехи Их Толкование Опять Приводит Исаию Который Восклицает Что Придет От Сиона Могущий Спасти И очистить Грехи Израильтян О Христе Видимо Речь Идет Когда Же Это Будет Далее Цитата Когда Сниму С них Грехи Их То Есть Когда Удостою Их Отпущение Посредством Крещения Посему Хотя Не получили Они Отпущение Грехов Теперь Ибо Ожесточены Но Это Исполнится Последствия Вопросы У меня такой вопрос Что крещение Впоследствии Совершится Получается Но Он же Сначала Был Иудеем Если Иудеев Раньше Уже Детей Обрезали То Сейчас Иудеев Детей Не крестят То есть Они Сначала Рождаются Иудеями Может быть Потом Кто-то Принимает Крещение Православное Христианское А кто-то Нет Поэтому И сказано Впоследствии Я так думаю Можно добавить Можно добавить Дело все в том Что крещение Оно Может быть Водное крещение А может быть Крещение В страданиях Как Господь Говорит Чашу Вот эту Приму Будете пить Чашу Будем Будем пить Вы Не понимаете Что говорите Такие страдания Такие страдания Что не выдерживают Люди Поэтому И вот здесь Разговор идет Как раз Именно о таком Крещении Которое Первые христиане Некоторые Ну Приняли Крещение В крови Называется Или в крови Своей Поэтому Евреев Некогда Будет крестить Водой Последние времена И Они будут Первыми Кто Понесут Потери Вот эти Вот антихриста Он будет Первых Истреблять Потому что Они же Поймут Кто перед ними Ну Или восстание Будет Или что Как вот Показано в фильме Александр По моему Александр Он называется В последних Временах Как это все Будет Резко Когда он Сядет на трон Выдавая себя За Бога И Они поймут Все Это положение И тогда Они будут Первыми Мучениками За Христа Вот это Крещение Впоследствии О котором Говорится Будет То есть Сейчас Об этом Даже Кажется Думать Невозможно Но мы Видим Какие чудеса Творил Господь По житиям Святых Если видим То Как сказка Какая-то И вот Эта сказка Или чудо Божие Будет Продолжено До последних Секунд Существования Вот этой Проклятой Земли Богом Но Проклятой Для того Чтобы Многие Спаслись Для вечной Жизни Во Христе Вот что Хотел сказать Аминь Аминь Вопрос Нет Дополнение Может Я на тезисе Слышу Игна Игна Итихович Давно Вас Не слышали Вы Там С нами А Зачем Говорить Все Сказано Все Тут Брат Глушков Что-то Соскучился Римлянам 11 Глава 28 29 В отношении К благовестию Они Враги Ради Вас А В отношении К избранию Возлюбленные Божии Ради Отцов Ибо Дары И Призвания Божия Не Преложны Толкование Поскольку Говорит Вы Покорились Евангелию И приняты Богом То Они Иудеи Стали Упорнее И более Отшатнулись И сделались Врагами Ну а Так Как Предки Их Изначало Избраны Богом То Бог Не Попустит Им Погибнуть Совершенно Ибо Они Возлюбленные Но Примет Их Если Уверуют Ну Брат Игорь Сейчас Говорил О Последних Временах Но И Сегодня Случается Что Иудеи Принимают Христианство Православие Или Таковых Мы Не Наблюдаем Принимают Крещение Я Знаю Брат Ты Ну Ты Меня Прости Что Я Так Огорошил Ну Конечно Принимают Ну О чем Говорить Ну Это Очень Очень Не единицы Как Мусульманство Римлянам 11 Глава 30 31 Стихи Как И Вы Некогда Были Непослушны Богу То есть Обращается К Язычникам А Ныне Помилованы По Непослушанию Их Иудеев Так Так Они Иудеи Теперь Непослушны Для Помилования Вас Чтобы И Сами Они Были Помилованы Вот То есть Он Постоянно Примеряет Друг С Другом Толкование Вы Говорит Называвшиеся Прежде Язычниками Не Захотели Послушаться Поэтому Избраны Были И Получили Закон Иудеи Опять Когда Призваны Были Иудеи И Не Послушались Христа Избраны И Помилованы Вы Но Помилование Нас Будет И Их Помилованием Они Будут Соревновать Вам И Уверуют И Таким Образом Удостоятся Вашего Помилования Почему Вашего Непонятно Никто Никто Не Может Раслакать Почему Достоятся Вашего Помилования Язычники Помилуют Иудеев Что Ли Как Бог Помилует Язычников Так Помилуют Иудеев А А Все Теперь Понятно Сейчас Хочу Добавить Сейчас Как Хороший Пример Приводит Игнатины Все Ремя Две Половинки Двери Вот Сейчас Открыта Одна Половинка Куда Язычники Заходят А Впоследствии Получится Так Что Закроется Эта Половинка Язычников Откроется Для Евреев И Все Евреи Пойдут Через Эту Половинку Вот Так То есть В массе Будут Спасаться Аллилуйя Да Римлянам 11 32 Ибо Всех Заключил Бог Вне Послушания Чтобы Всех Помиловать Толкованием То есть Обличил Объявил Непослушными Чтобы Спасти Ходних Упорством Других Ибо Прежде Когда Непослушны Были Язычники Спас Как сказано Евреев Опять Когда Они Послушались Христа Иудеи Спасены Язычники Когда Спасены Язычники Спасутся Соревнуя Им Иудеи И таким Образом Все Будут Помилованы Аминь Дивные дела Твои Господи Да И 33 Стих О Бездна Богатства И Премудрости И Верения Божия Как Непостижимы Судьбы Его И Не Слебедимы Пути Его Толкование Размышляя О домостроительствах Божьих От начала Мира О том Как Бог Устрояет Противоположное Через Противоположное И посредством Одних Непокорных Показывает Покорными Других Пришел Узумление Удостоверяя Тем Что Тот С большим Богом Кто Так Устрояет Дела Наши Непременно Устроит И будущее Спасение Иудеев Богатством Называет Благость Глубина Которая Только Приводит В Изумление А Величие Которое Неизвестно Ибо Обогатить Так Язычников Есть Дело Богатства Вместе С благостью Изумляется И Премудрости Посредством Которой Бог Управляет Жизнью Нашей И Умудрил Невежественных Язычников И Веденью Посредством Которого Он Знает Что Полезно Каждому О путях Же Сказал Непостижимы Но А Простите О путях Же Не сказал Непостижимы Но Неисследимы То есть Не могут Даже Быть Исследуемы Пути Его То есть Способы Домостроительства Не только Не могут Быть Постигнуты Но даже Исследованы То есть Нельзя Даже Видеть Следа Их Ну и дальше В дополнение 34-35 стихи 11 главы Ибо Кто Познал Ум Господень Или Кто Был Советником Ему Или Кто Дал Ему Наперед Чтобы Он Должен Был Воздать Толкование Один Он Знает Дела Свои А кроме Его Никто Другой Будучи Премудр Он Не от Совета С другим Заимствует Премудрость Но сам По себе Был И есть Самодостаточен Он же Есть И источник Всех благ И что Только Дает Дает Не как Обязанный Вознаграждать Подобно Взявшему Что у Другого Но По своей Благости Ибо Кто Дал Ему Наперед То есть Богу Простите Ибо Кто Дал Ему Наперед То есть Богу Чтобы Воздалось Ему То есть Чтобы Даруемое Богом Благодеяние Почиталось Отдачу Тому Кто Дал Понятен Вопрос Ну Как бы Бог Он Благ Он Даром Дает Спасение И Вопрос Кто Нибудь Нашелся Таким Которому Бог Был Чем То Обязан Все Согрешили Все Против Бога Пошли Все Лишены Славы Божьей Поэтому Бог Благ К нам Грешным И Милости И Он Не Желает Чтобы Кто Погиб Не Желает Смерти Грешника Но Чтобы Все Спаслись Все И И И И И И И И И Хотел Добавить Еще Можно Можно Хотел Добавить Первые Слова Господа Книга Птия Первая Глава Первые Стихи Там Говорят Свет Увидел Бог Свет И Сказал Что Свет Хорош И Отделил Бог Свет От Тьмы То Господь С самого Первого Дня Творения Сам Рассматривает Как Хороший Домостроитель Или Правитель Который Ходит Лично И Смотрит Так Хорошо Сделано Проверяет Прям Трясет Хорошо И Он Каждый День Каждый День У него Хорошо Весьма Хорошо Говорит То есть Все Сделано Для Человека И Впоследствии Господь Чтобы Не Отделять Человека Жизни Всей Земли Он Его Творит Вместе С Другими Животными Какими-то Одного Как Вот Венец Ты С Разумом Нет Дорогой Ты Будешь Во всей Этой Жизни Кипеть Сам Чтобы Учиться У Муравья Ленивец Поучись У Лепешки От Вала Поучись То есть Не Оставляет Бог Человека Все Весьма Премудро Добро Хорошо Сделано И даже Написано Золото И похорошее Хотя Непонятно Здесь Что Господь Имеет Ввиду Но все равно Все хорошо Весьма Аминь И последний 36 стих 11 главы Послания Кремлянам Ибо Все Из него Им И к нему Ему Слава Вовеки Аминь И Толкование Он Сам Есть Источник Всего Это Значит Из Него Он И Поддержка Всего Это Значит Им Все Имеет Начало От Него И Им Сотворено И Все Стоит И Держится Опираясь На Нем Как На Основании Каком У Павла В обычае Заканчивать Речь Благодарением Когда Говорит Он О чем Нибудь Важном Так Поступает Он И Теперь Так Как Он Исполнился Изумления Благости Премудрости Ведению И Способом Домостроительства Божия То И Словословит Наконец Бога Научая Тем И Нас Благодарить Бога За Великие Благо И Прославлять Его Словами И Жизнью Аминь Так Вопросы Пожалуйста Задавайте Не Смущаясь И Не Стесняясь Нет Вопрос Идем Тогда Дальше Послание К Кремлинам Святого Апостола Павла 12 Глава 1 Стих Итак Умоляю Вас Братья Милосердием Божиим Представьте Тела Ваши В жертву Живую Святую Благоугодную Богу Для Разумного Служения Вашего Толкование Достаточно Побеседовав О догматах Переходит Наконец К Нравственному Учению То есть отдали их на брань. Так обыкновенно выражаются просторечия. Полководец представил войска свои на войну. Иначе мы должны представить члены свои Богу как царю, безукоризненными и наилучшими. Ибо таковые предстоят царю. Потом мы должны представить их в жертву живую. Ибо когда умерщвляем их, тогда живем по духу. Итак, жертва иудейская неблагоугодна Богу. К чему мне сказано множество жертв ваших? Исайя 1 глава 12 стих. Но жертвы верующих, то есть словесного служения, сильно требует Бог. Принеси Богу сказано жертву хвалы. Псалом 19.14. И кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Псалом 49.23. А состоит разумное служение не в том, только чтобы обращаться к Богу посредством слова, но и в том, чтобы жить по-христиански, чтобы не царствовала в нас никакая бессловесная страсть. Но всем управлял ум, и чтобы каждый был как бы архиереем для самого себя, заколая кроющиеся внутри себя зло, представляя себя всегда стоящим пред Богом, и трепеща от страха при всяком действии и слове, подобно первосвященнику, предстоящему у жертвенника Божия. Вот это да. То есть, представляете, как себя нужно блюсти и хоронить? Ну и вот сравнивается, да, что как отбирает, ну кто, о ком здесь, генерал, да, воинов, вкраповые билеты отбор там жесточайший идет, а мужевско как? И люди проходят, а мы христиане, у нас полководец, кто Христос. И как мы должны жить по-христиански, чтобы внешне никоим образом не могли укорить ни в чем нас? Это большая-большая брань самого с самим собой. Духовная имеется в виду брань. Трудиться, работать над собой, кто это понимает, просит Бога помощи, у кого и верит в это, у кого несомненно получится. Бой с самим собой самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Сам сочинил или где-то слышал? Да я что, тебя понимает что ли? Это я у Осипова давно еще лекции смотрел. Да, наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Эти духи поступают ежедневно, к сожалению. Но Господь оставил нам средства борьбы с этими духами. Пост и молитва. Пост закончился как два дня, но это не значит, что нужно теперь расслабиться и... Идем дальше. О чем же здесь говорится? 12 глава, послание к римлянам, 2 стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Толкование. Пространное такое. Три минуты у нас остается до конца. Я думаю, успеем. И все, задержимся у нас опять. Итак, внимание. Предлагает способ, как можно нам совершать словесное служение. Он состоит в том, чтобы мы не сообразовались с веком сим, ибо в нем ничего нет постоянного и прочного, но все временно и имеет только наружный образ, а не сущность или пребывающая существо. Итак, не сообразуйтесь, говорит и вы с веком сим, не имеющим постоянной сущности. То есть, не помышляйте о находящемся в нем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, всегда обновляйтесь. Ты согрешил, душа твоя обвешала, обнови ее. Ты от счастья исправил нравственность свою. Постарайся исправлять ее более и более, и ты станешь новым, преобразуясь всегда к лучшему. Заметь же, что мир назвал наружным образом, означая тем его удоборазрушимость и временность, а добродетель назвал существенным образом, так как она имеет природную красоту и не нуждается в наружных личинах и прекрасах. Мир имеет наружный образ, чтобы ввести нас в обман, а добродетель показывает свой существенный образ без личин. Поэтому мы должны всегда преобразоваться по добродетели, обновляя себя от зла на добро и от меньшей добродетели к большей. Сказав, чтобы мы всегда обновлялись, сделаясь новыми, показывает, какая польза от этого обновления ума. Оно, говорит, полезно, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Кто обветшал умом, тот не знает, в чем состоит воля Божия, не знает, что Бог хочет, чтобы мы жили смиренно, мудрые, любили нищету, плакали и исполняли все прочее, заповеданное нам Богом. Напротив, кто обновлен духом, тот знает, в чем состоит воля Божия. Знает точно так же, как и иудеи, держащиеся законом. Волей Божией был и закон, но неблагоугодный и несовершенный, потому что дан был не как главная воля, но как приспособленная к слабости иудеев. Совершенная же и благоугодная воля Божия есть новый завет. Впрочем, согласно с Василием Великим, можешь и так понимать. Много такого, чего хочет Бог. Иного хочет Он для благотворения нам. Это называется благим, как исполнение благости. Иного же хочет Он, как прогневляемый грехами нашими. Это называется злым, как огорчающие нас. Хотя и Его цель – благо. Поэтому, чего хочет Бог для благотворения нам, тому и мы должны подражать. А что возбуждает чувство скорби, того не должно нам делать, ибо не мы служители зла, но лукавые духи. Посему, во-первых, подмечай волю Божию, благая ли она. Потом, когда узнаешь это, смотри, угодно ли Богу эта воля. Ибо много такого благого, которое не благоугодно Богу, потому что делается или не в то время, или не тем лицем, как бы надлежало. Например, благо, чтобы кодили Богу. Но когда сделал это Озия, то не благодил Богу. Второй Павлипоминон 26.16. Еще. Благо было, чтобы ученики узнали тайны, но чтобы они узнали их прежде времени, это не благогодно было. Вы, говорит, теперь не можете вместить. Евангелие от Иоанна 16.12. Когда же что окажется благим и благоугодным, то постарайся, чтобы это совершенно было и без недостатков. Точно так, как требуется без отступления от того. Например, раздавать следует в простоте, Римлянам 12.8, то есть щедростью, но если это делается со скупостью, то раздача не точно согласна с требуемым относительно ее. Блокование закончено. Давайте поблагодарим Бога, споем фикендарь. Время ушло. Вопросы, ну, не задавали вопросы, было время на вопросы. Молимся. Молимся, да. Я поднес. И ванне в присуществе с учетым, что гражданом рождает, и земля вертель неприступному приносит. Ангелы с пастерами славословят, ох, вы же со звездою путешествуют. Наш Боди родился, утро, чем благода при вечном. Вечный Бог. Еще раз. Еще раз, пожалуйста. Игнать Игорьич, помолитесь. В конце. Билосердный Создатель, мы предстали перед Твоим величием, сознавая Свою немощь. Ты даровал нам радость общения в Слове Твоем. Хвала Тебе. Мы, вопреки природе, привились к законной и еврейской вере. Слава Тебе, что Ты открылся нам, как Спаситель мира, взявший на Себя и наши грехи. Хвала Тебе. Благослови нас, чтобы имя Твое святое никогда не хвулило щели жизнь нашу, чтобы воистину были светом для окружающих нас. Найди родных наших и близких, еще не познавших Тебя. Спаси и помилуй нас. Доведи нас до желаемой пристани, до царствия Твоего и веди навеки в обители неба. Тебе, Боже слава и полазу, Тебе, Боже слава и полазу, Аминь. 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 Спасибо, Христос.